Мы в Донбайе и встретили выхироводов и тоже на автомате. Ты целый казан шурпы съела? Ничего себе! Виктор Николаевич встретил бычую работу. Вот эти длины, денежок и натурки длины, чтобы они у меня подстягивались. Не надо мхать. Ребята, поехали. Мы поехали на подъем. Подниматься наверх. Сейчас направляемся на канатную дорогу. На открытую, здесь закрытая лестница. Нам девчонки, которые встретились с дороги, посоветовали на открытой канатке прокатиться. Потому что закрытая и душная. И люди, говорит, разговаривают. Вот. А еще, из интересного, мы сейчас находимся на Донбайе. Донбай – это то место, про которое пел Висборг. Мы поочию видели речку Тиберда. Это тоже то место, про которое пел Висборг. И вот. И я думаю, что в Донбай – это не на один раз. Сюда, наверное, надо раз, другой, на то и третий приехать. И чтобы посмотреть. Все. Тут, ну, действительно, есть что посмотреть. Много интересного. Мне классно зимой тут, наверное, будет. Зимой, наверное, вообще. Да и летом. И тут, кстати, несмотря на то, что горы, здесь есть озера, тут народ купается. Все. Пока. До встречи. Спасибо. Это чай. Ну, хотя бы один рыночек в моем путешествии. В нашем путешествии. Миллион тапок. Варенья. Миллион варенья. Миллион варенья. И шишек. Еще чего не хватало. Из шишек варенья мы не будем есть. Толстовочки. Толстовочки. Давно у меня не было. Дамбай. Дамбай, Мумбай. Мумбай. Посмотрим. Вот такая. Дамбай. Еще вот так. Я вам покажу. Посмотри. А вот такая серая тоже красивая какая. Напишите, что мне дали. Вика будет носить у нас? Ну, я вот красная. Мне, конечно, нравится нам. Серую футболку. Соняю. Вы нам давайте денег. Сейчас, значит, я сразу переоденусь. Сколько? 700, да? У бабушки Рима мы купили. Мы уже одну бабушку Соню прорекламировали, которая Урбеч продает. Сейчас у нее много покупателей. Сейчас у вас тоже будет много, много покупателей. А можно у вас переодеться? Можно? Переодеться? Прибарахлились? Ну, не могу я. Это моя любовь в рынке. Моя любовь. Значит, пошли дальше. Тут у нас носки. Вы посмотрите, Олька, какая прелесть. Они прям пушистенькие. Они прям мохнатенькие. Идемте дальше. Опять целая куча чая. Вот камера, она не передает вот этот аромат. Не передает. И вот, и опять носки тут всякие. Виктор Николаевич, смотри, какая кофта. Вот такие кофты только в наши суровые зимы носить. Прям вот такая грубая вязка. Такой, ух, идемте дальше. Так, снимать не надо. Чаи, мед. Все надо проделать. Да у меня на мотоцикле нам складывать некуда. На мотоцикле послали. В следующий раз обязательно приедем вот с таким багажником. У вас так красиво тут, так все вкусно. Спасибо. Вам хороших продаж. Чтоб все скупили. И тут бабахи. Дочка какой-нибудь. Непослушный. Вот беленькие красивые носочки. А вот вообще не носочки. Это вот надеваешь, чтобы столько пряжи здесь обалденные. Красивые. Ой, хорошо. Вся целая куча тут меда. И вот это вот, это вот, это на пояс. Особенно когда холодно. Холодно? 300 рублей всего. Эх, как. Это вы вяжете, да? А носочки сколько стоят? 200 рублей. Вот большой выбор. Если хотите. Маме. Может Вике купим? Не будем? Вика не заслужила. Ладно. Ничего не хочет ребенку покупать. Говорит, не заслужила. А сколько? 14. 15. О, вот смотрите, такая валеная штука. Дамбай. Вот такую, конечно, можно было бы купить с дядей Юри. А у него бани теперь нет. Хорошая такая прям. И здесь, кстати, знаете, очень много меха. очень много изделий вот меховых. Наверное, здесь очень много норок. Буси. Так. Футболка нора. А это что еще такое? Это воротник. Шкуры. Шкуры. А все. Конец рынка. Хорошо, но так маловато. И мы идем на подъемник, на посадку. Теперь у нас открытый подъемник и два кресла. Да, Виктор Николаевич? О, как тут. Вот это, наверное, самый старый подъемник. Здесь есть прокат лыж и сноубордов. Ну, вообще интересно. Идем. Вперед. Посадка без контролера запрещена. Здравствуйте. Место посадки. А вот так работают подъемники. Мне кажется, это прям очень старый подъемник. Итак, мы поднимаемся по канатной дороге. Которая открытая. Уху. А внизу растет топинамбур, что ли, растет. Или какие-то... У нас такие растут маленькие цветочки желтые, а здесь такие гигантские, огромные цветы. Здравствуйте. Сейчас Виктор Николаевич засниму, он там едет сзади. Там дальше двухкресельный есть подъемник. И вон он. Машет рукой, но нам его не очень хорошо видно. Так, здесь какая-то дорога проходит. Можно и пешком вообще-то подняться. Потрясающий вид на горы открывается. На ледник. У нас самая, самая старая канатная дорога. Мы самую старую канатную дорогу выбрали. Это тот случай, когда ты едешь и вспоминаешь фильм. А, что ты делаешь? А, это еще такая... Ноги ставить. Мать моя, всех сложен. Здесь, наверное, старили Николай Второй. А это самая страшная канатная дорога из всех, на которой мы ездили. Да. Не хочется отпускать трубу. А это трасса или что ли такая? Да. Вот здесь можно купить очки. Где ты... Я видела... Где я видела? Рыбам. Ну, пока идем. Пока идем. Выходишь, переходишь в другую сторону. Здесь шкуры. Здесь шкуры можно... У нас уже есть шкуры. Мы в этот раз не будем покупать. Вот какие хорошие. И на посадку идем на следующий уровень. Таймай, самовары. Через такой... О, здесь вообще не хочется никуда. Выходить тут такой сквознячок хороший. И мы выходим на посадку. Прокат сугробов. Сугроб нам надо. Здесь, наверное, тоже нам нужно купить за 350 талончик. Потрясающая красота. Собаки потолще. Мы поднялись на подъемники на Донбай на несколько уровней. На три. Там еще один есть. Ну, может, мы поедем. Нам и здесь хорошо. Да и времени, если честно, у нас нет по подсчетам. По нашим подсчетам мы приедем в место нашего назначения сегодня где-то к 12 ночи. Я думаю так. Красиво. Жара не прекращается. Единственное, воздух стал чуть-чуть... Ну, ветер стал маленького прохладней. В общем, в целом, хорошо. Очки. Очки меняют восприятие. Самые дорогие вообще от рублей. Всех, которые мы видели. Прям так и хочется снять очки, а без очков тяжело. Все-таки солнце. Просторы нашей Родины. Есть на что смотреть. Едите. Смотрите. Да? Но уже так сильно не удивляемся. Почему-то там огромное скопление народу. Наверное, потому что видно реку и вообще всю долину. Но сейчас уже часа четыре и все в дымке. Если хотите пофотографировать хорошо, это надо прям утром. Прям рано. Когда открывается вся долина и все прям... Видно, да, дымку? Угу. Вот так. И тогда они все как полетят? Здесь можно хорошенько съехать на жопе. Пойдем туда еще пройдем. Посмотрим. Ну, тут, в принципе, ничем сильно не отличается. Ваня, что ты не сможешь? Да, это нормально. Вань, поди руку. Почему можно, да? Ну, что тогда? Нужно тоже сфотографировать. Десять селфи. Десять селфи и десять фотографий вот таких. Таких. Вот таких. И так далее. Я как настоящий турист. У меня уже футболка Дамбай. Речь о... Да. Все-таки тесен мир. Ну да. Ты так сегодня приехал? Да. Огромные просто. Видите, стволы несет эта вода. Я, ребята, за крапки выхожу. И вообще подхожу к своему мотоциклу. Не так, что как будто бы у меня... Точнее, нет. Не так, что у меня UBR Yamaha 125, а так, как будто у меня минимум Таня Дэвидсон на 1100-900 литров. Короче, я себя чувствую максимально крутой. Не так, что у меня нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok .